Всем привет! И сегодня мы продолжим проходить в Evolking Dead, уже третий эпизод вне закона. Шокирующие открытия вбивают клин между братьями по оружию. Так, начнём. В конце второго мы узнали то, что Дэвид жив. Я не знаю, как он отреагирует, ведь по сути его парни убили его дочь. И подстрелили ещё и Кейт в придачу. И он там, видимо, в углове или что. Потому что когда открыли ворота, он вышел. Сейчас увидим... Эй! Субтитры сделал DimaTorzok Хобби, не ты! Эй, что мы называем тебя? Это много не показывает. Раньше эпизоды были длиннее, а то, что в предыдущих сериях, ну короче, вот эти вот вступительные ролики. А теперь наоборот. Да уж. Это неожиданно. Клементина куда убежала? Понятно. Это то, что я раньше был? Я терпеть не могу уходить, когда почти стемнело. Труднее заметить их приближение. Мы только пропан заберем и сразу вернемся. Я увидела в том пикапе, что припаркован чуть дальше по улице. Перед домом уволиться. Жаль, что нет более легкого способа его достать. И что нам приходится рисковать жизнью. Теперь лучше вернуться в безопасное место. Я могу это сделать себе. Не слишком поздно, чтобы ты вернулся. Кто будет смотреть на меня? К тому же, я не могу все время в доме сиживаться. Мне надо привыкать к опасности. Хорошо. Если вы везет, нам не одна из этих людей не встретится. Будем надеяться. Вот. Забираем и уходим. Пусто. Блин, это что, шутка? Ох, черт! Зачем так шуметь? Тише, Кейт. Я знаю, Кейт, это неприятно. Надо быть осторожным. Прости. Меня просто от всего этого тошнит. Просто подумалось. Хотя бы раз могло бы получиться. Блин, мы этого... Мы это заслужили. О, господи, Хави. Маленький говнюк. Кейт! Молоток! Живо! О, боже! Это же это... Она его знает, что ли? Давай. Убей, маленького облюдка. Она могла бы помочь. Прости. Прости. Просто мне было охренеть как страшно. Ты впала в ступор, ничего страшного. Я хотел его любить, правда, но... Я его знаю. Это один из друзей Гейба, Дрю. Он был такой милый, всегда улыбался. Это уже не он. Я знаю, внешне он тоже, но знакомого тебе ребенка уже нет. Осталась только эта тварь. Даже не знаю, как их называть. Если они не люди, то просто мертвецы. Муэртос. Вот как мы их будем называть. Я думала, мы погибнем. Мы с тобой Кейт. Я здесь, ты здесь, мы еще живем. Вот что важно. Кейт этого не забудет. Уже можно возвращаться? Я знаю, мы все хотели остаться здесь в доме и ждать возвращения Дэвида. Но он с твоей мамой уехал три месяца назад. Они три месяца ждали, что ты такой куришь. Здесь оставаться небезопасно, уже нет. С тобой мы могли там погибнуть. Твоя правда пора уходить. Туда, где толстенные стены, ладно, и ворота шестиметровой высоты. Ты серьезно думаешь, что дети этому плану обрадуются, дети поймут. А если нет, то мы предложим им посмотреть на ситуацию с нашей точки зрения. Мы должны идти. Это почему? А если я не хочу уходить? Гейт. Ситуация ухудшается. Мы не хотим уходить в доме, а мы не хотим уходить. И каждое время мы не хотим уходить. И это просто уходить в доме. Лучше уйти сейчас, показать возможность. Но как же папа? Что же, если он уходил? Дэвид бы согласился. Мы выживаем здесь дома. Мы с трудом. Этот Дэвид, наверное, вообще сейчас очень злым стал жестоким, потому что они же говорили, что это новый рубеж. Сначала был нормальным, а потом испортился. А Дэвид с самого начала был не особо-то добрым. Но могу о себе позаботиться. Если помощь понадобится, друзей попрошу. Гейб, милый. Что? Что с ней случилось? Что с ней случилось? Кейб просто напуган. Мы не можем убрать Хай, он должен знать. Вы мне скажете, что происходит? Твой друг, Дрю, с нашей улицы, он не уцелел. Он превратился в одну из тварей. Ты же понимаешь, почему, правда? Почему нам надо уходить? Если такое случится с тобой, я этого не вынесу. Когда нам надо уходить? Девочка более разумной всегда была завтра, как только станет светло. Хочу оставить ему записку. Я помогу тебе начать, ладно? Что мы ему скажем? Мы его любим. И так будет всегда. Только так. Не всегда. Мне нравится. Я прямо сейчас напишу, чтобы мы потом не забыли, конечно. Я ему помогу. Спасибо тебе большое, спасибо. Спасибо мне. Бита вам может понадобится, хотя наверняка они ее взяли, нет? И потом они несколько лет были в пути, или даже больше, потому что дети выросли неплохо так. Над законом, третий эпизод. Папа? Хави, это правда ты? Я думал, ты мертв. Я думал, ты умер уже очень давно. Но уж нет. Я знал, что ты еще жив, я знал это. И опустите оружие, это моя семья. Ты должен пустить нас, Кейт долго не протянет. О боже, Кейт! Дэвид, я здесь, дорогая, рядом с тобой. Что, черт побери, случилось? Ее подстрелили, молчали пули, но кровь еще не остановилась. Нам нужен ваш врач, сейчас же. Какого дела она на земле? Потому что мне подсказал этот придурок. Он сказал, что мы должны уйти. Я не могла подсказать к ней. Какого черта ты пытаешься доказать, Макс? Они чужаки, Дэвид. Мы поступаем так со всеми. Она идет внутрь. Но я не привели к черту, это моя жена. Я не знал, честно. Она отправляется в заряд сейчас же. Наш врач поможет тебе, я об этом позабочусь. Подожди, я иду с вами. Прости, но остальные должны пойти в область карантина. Для чего? Всех новеньких проверяют на наличие укусов, и все они должны ответить на пару вопросов. Наш врач займется. Давайте просто покончим с этим. Хаби, облегчим ее работу. Ладно, послушай друга. Как скажешь. Идем. Он тоже здесь. Трип. О боже, Элеонор. Прямо нашли машину, а тебя в ней не было, я не знал, что думать. Двигатель, возьми, заглохни. Я пошла за помощью, и вот что случилось. Я так волнуюсь за Кейт. Я им сказала, что ей нужен врач. Они ее не искали. Но это безумие, я же им сказала, что она умирает. Их это явно очень волновало. По крайней мере, увидев ее, они поняли, что ей надо в больницу. Прости, Хаби, правда, но... У меня не было оснований им не верить. Что? Люди в Ричмонде, это новый рубеж. О боже. Ты еще самого худшего не знаешь. Один из них его брат. Мне это тоже потрясло. Мы Дэвида несколько лет не видели все это время. Я был только с кейтой детьми. О том, каков шанс, я даже думать не хочу, но... Он вроде очень удивился, когда тебя увидел. Этот тип, кем бы он ни был, он же совсем... Не совсем плохой, а? В смысле, он не притащил Кейт сюда, а помог ей? Конечно, он провел ее. Она же его жена, черт подери. Ты шутишь. Кейт замужем с твоим братом? Он не шутит. Я был у них свидетелем на свадьбе. Ух ты. Ладно. Окей. Черт, Кейт. Они твою племенницу убили. Кейт ранили. Кто знает, может за это отвечает твой брат. Серьезное обвинение. Заявить, что он приказал перестрелять свою семью? Ты серьезно думаешь, что он не такой способен? Ты видел, как он вел себя скейт? Может, он просто спектакль устроил? Улыбость какая. Каким ты его помнишь? Он был непростым. Но этот друг на друга китались. Кто часами трепались, все равно находили тему для разговора. Значит, это высокий сын настроение часто меняется. Если твой брат знал хоть что-то о том, что случилось в Прескоте, он должен ответить. Все они должны. Я думаю, долг перед Конрадом. Мне это так не стало. Я никогда не был такой человек. Но... Люди умерли. Мы должны подыгрывать. Мы должны выглядеть, как мы играем вместе с их правилами. Пойдем вместе с тем, что они говорят. Потом, когда будет удобный момент, потребуем справедливости. Привет. Привет. Мне бы раньше добрался, но надо было кое с чем разобраться. Что-то. Идем же. Кейт хочет тебя видеть. Может быть, ты думаешь, это нормально, чтобы оставить женщину ждать? А мои друзья? Их не приглашали. Давай, шевелись. Похоже, правила действует не для всех, да? Верно. Кто-то выходит скоро, а кто-то торчит здесь. До хрена. Трип, ствол брось, ага. Шустрая девица. Хави. Уходи. Вернусь, как только смогу. Ты знаешь. Спасибо. Спасибо. Так. Уходи hustался обычно entirely я тебе definitиваю с ними. хорошо звучит у нас есть некий порядок мы его придерживаемся лучше против этого не возражать пусть он тебе не волнует что-то не похоже им просто же время чтобы освоить надеюсь ты прав давай куда мы идем тебе кейт звала я думал ты захочешь не зайти чёрта на спине слушай хави гейб какие-то непонятные вещи рассказал чтобы все осмыслить нужно твоему помощь я сам хотел рассказать плохая новость из плохая новость какая разница к тебе принес сказал вы потеряли мариану всего несколько дней назад ох это твои парни давай расскажи мне жаль давид она умерла ты ну расскажи дважды горевать по одному человеку странно надо как потерять то от существования чего ты не знал какая она была хави хорошая она была достойна лучшего чтобы так долго прожить нужна выдержка как как она умерла от выстрела в голову она улыбалась а потом кто-то садил ей пуль в голову таким зверем надо быть чтобы взять открыть по ней огонь у зверей был твой знак моих людей нет привычек убивать маленьких девочек дэвид я там был не веришь мне спросил у своего кореша ворот там был макс черт мне нужно подробно что там черт подери произошло меня похитили на нас напали из засады они занялись за нами до города прескотта их главарь напустил ходящих из слезоточивого газа главарь чокнутый тип лысый бородатый барсук блин что ты натворил с этим тупым уродом разберусь ясно сделай должение не рассказывай никому здешняя политика порой бывает грязной месси я думал ты тут главного выбираем ричмондом четвером тебе надо произвести впечатление на остальных трех иначе утром придется уйти страна то стартинга унипанска это пересчур стей акибин пасеку на чай только не выделывайся это через охрану это не знаю что мое слово закон это гадис который сделал барсук только все усложняет а вот эта лысая цветного бранец сава это мой браками брат бейсболист приятно познакомиться вот как дэвид ты не сказал что он джентльмен потому что он им не является а вам моя правая рука если в ричмонде кому и можно доверять так это ей блин женщина настоящий солдат она была первой кого я встретил после того как мы с тобой расстались без нее бы ни за что не справился гейб сказал что ты вернулся в дом в начале это 100 мне жаль что я вас так и не нашел мы долго ждали в конце концов на дом навалилось ходящий нам пришлось идти почему ты не вернулся мы с мамой выходили из города и направились в больницу и вскоре она бедная мама я не мог вернуться в балтимор и примкнул к бывшим служивцам и думал что сможем создать безопасную зону за пределами округа после того что случилось с мамой и остальными я думал вы все погибли но ты о них заботился так ведь мы были команды ты изменился брат для этого потребовалось конец света но ты наконец-то повзрослел здесь оказывает помощь кейбе комбик обустраивайся тут мы ненадолго он мог бы скинуть со спины эту фигню а то нам надоело уже баговать привет привет парень у тебя есть все что нужно да тут прям как на курорте смотри хави вермишель в стаканчике надо найти тебе нормальную еду срочно превратим тебя в солдата хави я рад что ты в порядке я всегда в порядке но мы не зря мы сюда поперлись как же здорово что ты снова рядом глянь на эту семью на мою жену глянь она сам прекрасная женщина из всех живущих правда да ладно если выключить свет слова живущих гейб что ты в порядке черт из врача я в порядке просто не нужно с тобой поговорить наедине мне страшно хави страшнее чем во время всех скитаний страшнее чем тогда когда я думал что умру все инстинкты кричат мне убираться отсюда это люди убийцы а дэвид я знаю кого это дает собственный брат в камеру бросил на тебя понимают место будет стремно и радует слышать я боялась внешняя охрана тебе задерживать мы с тобой всегда путешествовали вместе хави именно так нам удалось только прожить обещай что мы к этому вернемся при первой же возможности она хочет бежать это место это клетка а также дэвид хави нам нужно пытаться исправить это говорил о моем прошлом браке наверное это имеет смысл как скажешь но прошу не оставление одно надолго нет я не это хотел сказать тебе лучше как ты себя чувствуешь милый дэвид говорит у тебя боли уже слабее странно что боль то появляется то пропадает возможно это ее швы швы сомневаясь на при ранении душной полости боль может накатываться волнами я дам вам что-нибудь чтобы ее слабить на случай если она поедет снова просто превосходно сделано что будет нужна операция нужны были только капельницы антибиотики как вам удалось найти человек с такими навыками такая рана смертельная в девяти случаях из десяти вы привели ее эта группа сейчас в изоляторе она сейчас там нужно ее впустить я за нее кручусь ну выпусти договорились я прошел ее привести это так не работает мы с ними скоро все решим обвиняем скаю нужно пообщаться кое о чем докажем что он классно да очень хорошо о тебе позаботимся ладно здесь за меня двери ты не смогу присутствовать все в порядке ладно только хочу присмотреться пациента другие знают что я голосую за тебя пошли вспомни что я говорил когда мы встретимся с этими ребятами не распространяется про мариан барсук один из моих людей с ним разберусь а и и и и и Увидит ничего, но тут одни простые углеводы, ничего питательного. Это вкусно, Клинт, остальное не имеет значения. А, брат. Хави, знакомься. Клинт занимается производством еды и посева, что ты видел, его рук делом. Джон связывает нас с внешним миром, она контактирует с другими поселениями. Приятно познакомиться, Хави. Я так понимаю, с тобой хорошо обошлись. Не жалуюсь? Я так понимаю, у вас есть правила, что и как делать. Спасибо. Нам надо быть осторожнее, думаю, ты понимаешь. Мы как раз есть собирались. Клинт пытался убедить меня в полном превосходстве шпината со сливками над моим великолепным тортом. Это не соревнование, шпинат имеет питательную ценность. Хави, посмотри на тот стол. Скажи, что ты предпочитаешь закинуть в желудок. Шпинат или нежную выпечку. Торт, разумеется, торт. Я уже много лет ничего подобного не видел. Как хочешь. Ну же, Клинт, он хотя бы не врет. Прошу, устраивайся поудобнее. Мы ценим открытость, так что извини, если я буду слишком прямолинейным. Мы обычно строги, к тем, перед кем открываем двери. Слово твоего брата многого стоит. Это так? Наши они здесь принимаем, мы втроем и доктор Ринга, так что да. Тем, кто решает остаться с нами, приходится полностью подчиниться. Я не хочу сказать, что ты откажешься, но, может быть, непросто. Я всегда делал то, что мне говорят. Вообще, если мы сбежим, мы подведем брата, наверное? Ты впишешься в коллектив, Хави. Я уже это вижу. Кэм и с Джоан встретили твоего брата, он пытался выращивать фрукты. Мы накнулись на него, когда он медленно убивал сад на риге. Такая, блин, музыка. Я помог ему вернуться от жизни, у нас там все было отлично. Пока это все продолжалось, что случилось? Что всегда происходит? Мы не тем чертовым людям доверились. Потому мы это и затеяли. Интересно, что значит этот новый рисунок на теле? Я ее уже видел. Ты, наверное, видел ее на воротах, верно, Хави? Для всех нас это знак верности группе. Это был грубый ответ на трудный вопрос, но это не всегда срабатывало. Прошу пойми. Кэмы только переехали сюда, а первая зима была ужасная. Мы многое потеряли. Близкие люди, без которых в жизни осталась пустота. Защитить моих людей от такого, вот что не дает мне спать по ночам. И я из-за этого стала настоящей совой. Я знаю, каково это. Смотреть, как страдают близкие. Ужасно. Я просто хочу защитить их от всего этого. Это благородная цель, за нее стоит бороться. Макс? Ты что здесь делаешь? Я за ним посылал. С каких пор он перед тобой отчитывается? Насколько я слышал, он хорошо знает твоего брата. Они друг друга обстреляют на наших стен. Серьезно? Вы с Максом враждуете? Нет вопросов. Я не имею проблем с ним. Он все в порядке. Ничего против него не имею. Да. Ага, это точно. Я не куплю. Макс, с чего началось? Не смотри на него. Ты обязан говорить правду. Моего заступлика, он сливал бензин из одной из наших машин. Макс, извини, Дэвид. Знаю, он родня, но твой брат вор. Это правда? Я не знал, что это твое. Я не знал, что это твое. Если бы ты попросил, мы бы тебе дали. Это не все. Руфу сказал, что Клементина съехала с дороги только для того, чтобы его освободить. Клементина, девочка, с которой у нас уже были проблемы. А человек всегда может судить по друзьям. Надо было его убить. Откуда не носит меня? Вы не зря ее прогнали. А теперь вы двое спелись. Так вот, за кого ты проезжаешь, у нас получится, да, серьезно? Знаешь, мы не можем здесь открыть двери бандитам. А тебе и этого не скажешь. Не понимаю, о чем ты. Хави. Хочешь что-то сказать, Хави? Мне нечего сказать. Нет. Это все. Это правильно. Он знает, что он сделал. Больше ничего, чем говорить. Но брату здесь явное место, Хави, и у людей должны уйти. Но это было сказать. Ты слишком остро реагируешь, что это была драка за припасами. Мы людей за меньшее изгоняли. Из недоих, три солдата и так психованные. Больше психов играть нельзя. Дай им самое необходимое для выживания. Зря я его послушал, надо было сказать, блин. То, что они убили. Пойми, мы ничего не докажем. Мы сейчас. Кейт и Гейб будут в безопасности, и твой друг-доктор тоже, но остальные. Он придет сделать то, что они говорят. И семью не оставлю. Они будут не одни. Я вот здесь и позабочусь о них. Сейчас я не могу тебе помочь, но может, смогу позже. Просто постарайся выжить, ладно? Ты повезло, что я не видел твои чертовы глаза. Слышишь, блюдок? Это собрал Дэвид, он. Они сказали, шагай. Что насчет Элеонор? Шагай. Хрен тебе отвечай на мои долбы на вопросы. Черт, поблихали. Это ничем не поможет. Не делай их хуже. Не облажайтесь. Несоких миль к западу есть поселение. Не возвращайтесь. Определенно, надо было того мужика тогда застрелить, ка я Климентин в дерево удалил. Уронила. Только как она не делала, распилил? Ты что, нассал там? Считай овсянку, я буду, вы будете заодно. Мы верили тебе. Что за херло, мэр? Все хорошо по началу. Я не знаю, что там случилось. Да, ну что ж, я совершенно верю, что случится здесь. Давайте просто посмотрим, что они нам дали. Зная их, наверное, это только нож для масла и жвачка. Они могли бы просто застрелить наш на единожды. Ох, черт, очень по-добрососедски. Что же там? Что это? Битые карта? Похоже на карту, я не знаю, что они дают ее каждому. Я бы сказал, что сумку собрал Дэвид. Какого черта она привязала к привязанным к бейсбольной битии? Вот для этого всегда было плохое чувство юмора. Хорошо, это Ричмонд, уже что-то. Но мы не можем туда вернуться. Зная, где это, мы сможем определить, где мы. Похоже, они расширяются. Некоторые из этих областей помещены как очищенные. Я уверен, что Дэвид хочет, чтобы мы шли сюда. Если это здесь, то думаю, что мы можем пойти этим путем. Просто пойдем на север. И чтобы найти север, мы должны найти полярную звезду. Я без понятия. В смысле? Немного фонарик, недостаточно оружия. Никакой еды. Они пистолеты вернуть не хотят. Идем. Трик, ну же, что такое? Я не могу больше никого потерять. Я тебе отвечаю, я не могу. Прескот, Конрад, возможно, Элеонор. Ты не можешь сдаться. Я буду тебя на слове, Хаги. Прости, мужик, тяжелый день. Если не сказать больше. Я знаю, ты прикрываешь меня, я тебя. Конечно, пойдем. После тебя. Должен сказать тебе, мужик, я думал, что ты и Кейт, ну, знаешь. Мне бы и в голову не пришло, что она замужем, не за тобой. Я не осуждаю тебя, мне просто интересно, в чем дело. У меня к ней чувство. Переприятие, все нормально, давай. Может, я не должен, но... Не так, ты просто стоишь и уйти. Нет ничего дурного в том, чтобы сказать. Черт дурное в том, чтобы не сказать, как ты должен. Навсегда непросто, да? В плане... Кого ты любишь, кто любит тебя. Это очень непросто. И оно никогда не бывает простым. Я знаю, Леонор сказал тебе, что мы с ней были. Чем бы мы ни были, но теперь все кончено. Я уважаю ее желания. Правда. Я просто хотел бы, чтобы мое сердце уважало моих. Есть сует, что ты заметил. Что у тебя, мужик? Послушайте. Скажи мне, что это не то, о чем я подумал. Около мили от нас в том же направлении. Мы можем наткнуться на ходящих в любую секунду. Нам лучше убираться. Нарвались. Ладно, смотритесь, люди. Взял их. Ну, ничего себе, он крутой. Главное, чтобы его не убили. Стоп. Опять руку с клавиатуру убрал. Так, вон модница идет. Получи, урод. Давай, приятел, двигай с задницей. Хочешь получить? Ты действительно этого хочешь? Блин, это в сторону. Ну, кто-нибудь поможет? Кто это? Клиентина? Что у нее с лицом? Тебе стоит быть поосторожнее с этим. Ее били, что ли? Теперь мы к Виту. Я думал, что ты выбирался, оттуда я и выбиралась, но повсюду ходячий. Мне пришлось обмотаться кишкой ходячих, чтобы скрыться. Ну же, мы идем на ближайший завод, там должно быть безопасно. Я думал, вы идете в Ричмонд, но в рубеж выкинул вас. Ну, удивительно. В этом виноват Дэвид. Дэвид, это придурок все еще где-то рядом. Это прозвучит очень странно, но он мой брат. Что? Погодите. Тут место, куда мы идем, про него Дэвид сказал? Про него Дэвид сказал? Там должно быть безопасно. Клем. Ты не можешь верить ему, Хайли. Я научилась этому на собственных ошибках. Я не хотела больше нуждаться в людях. Но мне было больше некуда пойти. Дэвид убеждал мне это и сделал мне одну из них. Они обещали, что помогут ему. Но это оказалось ложью. Ребенку? Стоп. Думаю, как раз на этом можно и закончить. Пока. Пока. Продолжение следует...